В контексте тех задач, которые передо мной были поставлены организаторами, я как медицинский онколог, идеологически настроенный на деэскалацию системной противоопухолевой лекарственной терапии, попытаюсь ответить на вопрос, нужно ли проводить метастазно-направленную терапию у больных с олигометастазами при раке председательной железы. Я озвучу мнение медицинского онколога-химиотерапевта. Итак, коллеги, всю мою презентацию можно было зашить в один слайд и, собственно говоря, одним этим слайдом обойтись и им финализировать данную презентацию. Стандартом лечения олигометастатического рака председательной железы является комбинация андрогенной операционной терапии с антиандрогенами второго поколения. Почему? Потому что базисные опорные исследования продемонстрировали статистически значимое увеличение общей выживаемости и выживаемости без радиологического прогрессирования при использовании комбинированных подходов на минуточку у пациентов как с синхронными, так и с метахронными метастазами, и также у пациентов с большим и малым объемом опухолепоражения. Мы знаем, что олигометастатическое проявление заболевания, как правило, в большинстве случаев представляет собой малый объем поражения по чарту. Итак, мы продолжаем двигаться далее. Расширенный постхок-анализ исследования ARCHES, целью которого было изучение эффективности энзолутамида и андрогенной операционной терапии против плацебо плюс андрогенной операционной терапии у пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком председательной железы, с метастазами в кости, мягкие ткани или их сочетанием в рамках олигометастатического процесса, продемонстрировал достоверное снижение риска ринологического прогрессирования и улучшение общей выживаемости во всех подгруппах с олигометастазами. Что интересно, все 5 групп с олигометастатическим раком председательной железы, это подразделение происходило следующим образом, в зависимости от количества метастазов 1, 2, 3, 4 или 5, имели сопоставимые исходы в отношении общей выживаемости и выживаемости без ринологического прогрессирования у пациентов с олигометастатическим процессом. Прогноз был априори лучше, чем у пациентов с полиметастатической болезнью. Также было показано, что межгрупповая вариабельность имела место у пациентов с прогностическим влиянием на выживаемость без ринологического прогрессирования именно у пациентов с тремя и более метастазами. Также были показаны преимущества от комбинированной терапии у пациентов с олигометастатическим процессом в отношении дополнительных вторичных конечных точек. Это время до ПСА-прогрессирования, время до развития кастрационной резистентности, до первого симптомного костного события и до начала новой противоопухолевой лекарственной терапии. И исследователям было интересно посмотреть, как же будут вести себя пациенты с наличием костных олигометастатических очагов, и также продемонстрировано снижение риска радиологического прогрессирования во всех подгруппах с олигометастазами. И при наличии менее 5 метастазов комбинированная терапия обеспечивая улучшение выживаемости без радиологического прогрессирования на 78%. Интересно также посмотреть, что медиана без радиологического прогрессирования была не достигнута во всех подгруппах пациентов с олигометастатическим проявлением болезни, которые получали комбо-терапию, и все 5 подгрупп имели сходные показатели выживаемости без радиологической прогрессии. Тогда как пациенты с олигометастатическим раком предстательной железы без комбинированной терапии показали межгрупповую вариабельность, и вы видите, как разноцветные кривые расходятся практически веером. Таким образом, мы делаем выводы о том, что энзолутамид в комбинации с эндрогенной препарационной терапией обеспечивает клиническую пользу при ольгометистатическом раке предстательной железы. Коллеги, на самом деле и здесь, на этом слайде, можно было финализироваться, но у нас не всё так просто, мы лёгких путей не ищем. Почему эту проблему мы обсуждаем как проблему научную и научно-практического плана? Проблема начинается с определения. Общепринятое определение ольгометистатического рака предстательной железы отсутствует, и оно всё ещё до сих пор обсуждается. И определение ольгометистатического рака предстательной железы в текущих клинических исследованиях, в публикациях, в консенсусах профессиональных сообществ, они не идентичны. Если мы посмотрим на консенсус экспертов Эстра, Астра, то увидим, что под ольгометистатическим процессом подразумеваются ситуации с наличием общего количества обнаруживаемых метастазов менее 5, и все они должны быть безопасны для лечения, независимо от контроля над первичной опухолью. И давайте посмотрим на консенсусное определение консенсусной конференции по метастатическому раку предстательной железы, датированной 2019 годом. Здесь экспертная панель предлагает в качестве критериев, которые будут определять принадлежность к ольгаметистатическому процессу, принимать во внимание не только количество локализации, но и время дебюта синхрон-метохрон, и это болезнь метастатический гормон чувствительный или кастрационно-рефракторная фаза болезни. Ну и действительно, сегодня Борис Яковлевич сделал совершенно правильное, своевременное и нужное замечание о том, еще раз сконцентрировав наше внимание, о том, что формирование доказательной базы метастазно-направленной терапии начиналось именно у пациентов с олигопрогрессивным метахронным раком. Что это за группа пациентов такая? Это пациенты, которые были радикально пролечены, у которых реализовался рецидив прогрессирования заболевания. Ну и действительно, вот эта идеологическая концепция, которая закладывалась в суть этого вида лечения, она заключалась в следующем – отсрочке или предотвращение андрогенной прервационной терапии и как следствие нежелательных явлений, которые были ассоциированы с данным лечением. Но, и сегодня также мой оппонент сказал правильно совершенно о том, что существующая доказательная база крайне слаба, и результаты, полученные в исследованиях, они получались в рамках одногрупповых исследований. То есть мы сравнивали с группой без лечения. И, кроме того, не стоит забывать, что использовались разные критерии олигнестатического процесса, разные методы обследования и трейсеры, в том случае, если применялись позитронно-эмиссионная томография. Включались пациенты с разным этапом болезни, малые выборки и много всяких нюансов, которые могли вызвать и статистические погрешности. И поэтому здесь возникает закономерный вопрос, каково же качество метаанализов, которые будут выстраиваться на основе вот таких не очень качественных исследований. Поэтому интерпретация подобных исследований требует осторожности. И насколько этично, коллеги, экстраполировать результаты подобных исследований, полученные на группе пациентов с метахронным олигнестатическим процессом, на другие этапы болезни, синхронный олигнестатический процесс и олигорекуррентный, и в том числе в фазе кастрационно-рефракторного заболевания, очень большой вопрос. Ну и, кроме того, не стоит забывать о том, что в реальной клинической практике мы сталкиваемся с палитрой, с многообразием вариантов таких ситуаций, как, например, олигоресодив на фоне наблюдения в рамках, в контексте гормоночувствительного рака предстательной железы. Это олигопрогрессирование на фоне наблюдения. Это олигопрогрессирование на фоне системной терапии именно в формате кастрационно-рефракторной фазы болезни. Это, например, пациенты с ограниченным количеством лимфатических узлов малых размеров, как в контексте стадии М1, так и в контексте стадии Н+. Это могут быть пациенты с ограниченным количеством больших конгломератных размеров и такие вариации, как, например, только изолированное поражение костей, лимфатические узлы и кости, висцеральные органы и различные сложные комбинации висцеральные и невисцеральные. Но есть ли у нас помощники в принятии решения? Давайте посмотрим на существующий срез рекомендаций и что же ведущие эксперты рекомендуют нам. Итак, обращаем свой взор на практические рекомендации русско-датированные 2023 годом. И обращаю ваше внимание, панель экспертов прописывает следующую формулировку. Дистанционная лучевая терапия медицинских очагов в костях или лимфатических узлах. На минуточку, не более трёх очагов с использованием методики облиционной лучевой терапии помогает отсрочить необходимость назначения андрогенопривационной терапии у пациентов с медицинским гормоночувствительным раком предстоятельной железы, которые хотят избежать андрогенодепривации. Но будьте внимательны, и, наверное, нам это надо взять на заметку и написать, что это касается пациентов с метахронным опухолевым процессом. Ну и если мы обратим свой взор в сторону рекомендации РОУ и рекомендации Минздрава Российской Федерации Ассоциации онкологов России, то увидим, что действительно глава метастазно-направленной терапии существует, и эксперты концентрируют наше внимание на то, что это лечение должно применяться у пациентов при рецидивах после местного лечения, чтобы отсрочить системное лечение. Собственно говоря, предлагается вот эта методика. Ну а если мы посмотрим на рекомендации Европейской Ассоциации урологов, то, к сожалению, портретизации мы не увидим. Мы увидим лишь констатацию факта того, что в настоящее время нет данных, которые свидетельствуют об улучшении общей выживаемости. Мы также увидим, что токсичность, которая оппозиционируется низкой при метастазно-направленной терапии, всё-таки нуждается в высокодоказательном подтверждении. Мне очень понравились формулировки, я детально изучила последнюю версию NCCN Guidelines, и вот посмотрите, мне кажется, достаточно полезная информация. Вот здесь достаточно широко портретизируют критерии для назначения метастазно-направленной терапии, эксперты NCCN Guidelines, и обозначают такие ситуации. Это ограниченное метастатическое заболевание, олигопрогрессирование, или ограниченная остаточная болезнь на фоне эффективной системной терапии в качестве консолидирующей методики. Ограниченное метастатическое поражение позвонка или паравертебральной области, цель аблация, например, предотвращение ожидаемого прелома или пространения опухоли спинномозговых нервов или позвонка. Это олигопрогрессирование, цель улучшения беспрогрессивной выживаемости. И симптомные пациенты с метастазами в зоне ранее облучённого поля или рядом с ним. Ну и, коллеги, феерично хотелось бы закончить уже свою презентацию. Не знаю, насколько феерично получится. Это метаанализ, который опубликован не так давно, в 2023 году, основанный на включении 22 проспективных исследований, включивших 1137 пациентов. Но посмотрите, кругом одна гетерогенность. Доказательство значительной гетерогенности исследования. Слишком разбросанная вариабельность. 8 исследований сюда включили с метастатическим кастрационно-рефракторным раком предстательной железы. 5 исследований с синхронными олигометастазами. И вариабельные получили цифры по выживаемости без прогрессирования. И они, кстати, были доступны только в 13 из 22 включённых исследований. Расчётная однолетняя без прогрессивной выживаемости составила 70%, хотя она в разных исследованиях варьировала от 40 до 97. А двухлетняя без прогрессивной выживаемости 46%, она колебалась от 30 до 80%. Ну и, коллеги, финализируя уже свою презентацию, хочу сказать следующее. Сложность разнообразных стратегий метастазно-направленной терапии при различных метастатических состояниях делает невозможным вообще общее обсуждение его ценности и оценку с позиции фармакоэкономики и кост-эффективности. Небольшой размер выборки для большинства опубликованных исследований в сочетании с отсутствием анализа экономической эффективности требует, на мой взгляд, детального критического осмысления. Ну и не стоит забывать о том, что вот первоначально концепция, которая закладывалась в лечение метахронного олигометастатического процесса, это некий инструмент деэскалации. А сейчас мы уже рассуждаем о том, что метастазно-направленную терапию мы можем, добавляя, эскалировать пациентов, которые получают комбинированную гормональную терапию. Ну и в заключение хочу сказать следующее. Олигометастатический рак предстательной железы — это совокупность разнообразных вариантов метастатического поражения непростых клинических ситуаций. Стандарт — это комбинированная терапия андрогенной депривации с антиандрогеном второго поколения. Метастаз направленной терапией демонстрирует многообещающие результаты, однако уровень доказательной базы низок, и локальное лечение олигометастазов пока остается экспериментальным методом, но все-таки прописанным в клинических рекомендациях и в практических рекомендациях. Существующая доказательная база может удовлетворить далеко не всё многообразие клинических наших потребностей, оно крайне вариабельно, и отобранные пациенты способны получить выигрыш при любой форме олигометастатического заболевания. Но мне очень нравится формулировка, которая присутствует в рекомендациях ЭСМО, датированных 2020 годом до апдейта 2023 года, и там сказано, что терапия метастатического гормоночувствительного рака предстательной железы должна назначаться индивидуально с учётом стоимости доступности, профиля токсичности, продолжительности лечения сопутствующей патологии и приоритетов пациента и стилей его жизни. Я благодарю вас за внимание и признательно за ваше терпение. Спасибо большое, Елена Владимировна, за прекрасное сообщение. И вернёмся к дискуссии. Есть вопросы? Елена Владимировна, спасибо большое за прекрасный доклад. Я, к сожалению, пропустил половину доклада Петра Валиславовича, но, на мой взгляд, есть ситуации, когда действительно доказательная база очень и очень мала, но провести рандомизированные исследования практически невозможно. Мы даже не можем провести рандомизированные исследования между лучевой терапией и радикальной простатоктомией при первичном раке предстательной железы. Нет ни одного исследования, я думаю, никогда не будет. Поэтому я не думаю, что нам нужно ждать каких-то крупных исследований, а, конечно, правильная селекция пациентов – это ключ к успеху. Чтобы не тратить время, я хочу задать вам такой вопрос. Не олигометастатический процесс. Пациент получает комбинированную терапию, и у него начинается рост ПСА. Мы пациенту выполняем ПСМА ПЭТКТ, и видим, что практически все метастазы как были, так и остались низкие СУВы, и только один метастаз, СУВ-50, он яркий, он может быть симптомный. Или, например, все метастазы низкие СУВы, никакой симптоматики, а в предстательной железе, в первичном очаге, которая не облучена, мы видим яркое накопление и активный процесс. Вот стали бы вы проводить метастазно-оправленную терапию на один этот очаг или на предстательную железу при начале прогрессирования? Селла Борисовича, я вам искренне признательна за этот вопрос. Это вопрос вызненный, и мы каждый день на консилиумах мунициплинарных его себе задаем, потому что вопросы финансовой токсичности, они также присутствуют. И мы понимаем, что по консенсусу PCVG нам надо дождаться двух ситуаций. Мы уже смотрим не только на изолированное повышение ПСА или на структурную прогрессию, которая не является основой, вообще проблемой для рака предстательной железы, потому что структурная прогрессия – это не совсем история про рак предстательной железы. Нам нужно по консенсусу PCVG дождаться двух ситуаций. Это сочетание либо клинического ухудшения с ростом ПСА и так далее, либо какая-то другая комбинация. Но вы затронули болезненный вопрос. Я как медицинский онколог допускаю применение метастаз направленного воздействия при сохранении той линии терапии, на которой пациент… Но смотрите, на что я буду обращать внимание. Во-первых, на предшествующую длительность ответа. Вот все-таки предшествующая длительность ответа – это некий предиктор того, что что-то идет не так. И когда появляется какое-то нелогичное поведение одного очага, это всегда щелчок нам задуматься, что-то происходит не так. И, может быть, не стоит траекторию лечения менять, а все-таки как-то системным образом проконтролировать этот очаг. Я в данной ситуации рассмотрю вопрос о метастаз направленной терапии. Спасибо. Тем самым, возможно, я зарезервирую последующие линии. Я отставлю эту резервную копилку препаратов на последующие линии терапии. И тем самым я теоретически надеюсь на то, что теоретические промежутки выживаемости безеронологической прогрессии, общей выживаемости, мы будем их складывать. И чем дальше мы начнем это действие сложения, тем большую, наверное, длительность жизни мы подарим нашим пациентам. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Я абсолютно с вами согласен. Потому что на моем… Понятно, что опыт каждого из нас не является руководством действия, такому общему, но, например, облучение предстоятельной железы на фоне отсутствия прогрессии по данным ПЭТ-КТ других метастазов иногда дает нам лишний полгода-год продолжение той же линии терапии успешно, без ее смен. Ну вот здесь все-таки, наверное, мы должны, простите, что удлиняю дискуссию, все-таки ориентироваться еще на мнение пациента, потому что мы работаем в жестком правовом поле. И по факту гайдлайны, которые указывают наши клинические рекомендации, в конце каждой клинической рекомендации, каждого блока есть уровень достоверности доказательств и уровень убедительности рекомендаций. И с этим не поспоришь. То есть мы должны быть настолько уверены и грамотно выстроить свое обоснование для не совсем, так скажем, легитимного метода лечения, и, конечно же, взять, наверное, 10 согласий с пациентом, предупредить и правильно выстроить формулировки первичной медицинской документации. Ну я просто как практикующий врач об этом. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще вопросы есть? Разрешите мне, Адель Альбертович, если можно. Конечно, конечно, выросли, я хочу. Я хочу поблагодарить Елену Владимировну, Петра Владиславовича, блестящие дискуссии, и я абсолютно согласен. Я хочу для российских наших коллег присутствующих, я просто не знаю, как регулируется вот эта нормативная база в других странах, но для российских коллег я хочу подчеркнуть, и Елена Владимировна это показала на слайде, что наши национальные клинические рекомендации рассматривают метастазно-направленную терапию как экспериментальный метод, метод, который может быть осуществлен в центрах крупных, научно-исследовательских, а лучше всего с одобрения этического комитета в рамках исследований, в рамках протоколов локальных, для повсеместного тиражирования пока он не рекомендован. Что мы видим на практике, к сожалению, очень часто, в условиях действительно ограниченного доступа к методам комбинированной терапии, которые имеют абсолютно доказанную эффективность, лекарственную терапию имею в виду, действительно, пациентам проводят часто вот эти, я даже не могу сказать, что это метастазно-направленный терапий, просто облучение отдельных очагов, но вот Петр Владиславович подчеркнул несколько раз, что это действительно должна быть стереотоксическая лучевая терапия, которая позволяет подводить высокую дозу и минимизировать осложнение. Это происходит далеко не всегда в рутинной клинической практике, проводят часто неконформное, конвенциальное облучение. Мы иногда видим тяжелые эффекты, когда облучают кости, побочные эффекты, когда облучают кости таза, например. И, к сожалению, мы часто видим бурное прогрессирование процесса в отсутствии проведения эффективных методов комбинированного лечения. Поэтому, коллеги, еще раз хочу вам напомнить о том, что пока этот метод не является рутинным, ну, по крайней мере, в Российской Федерации. Спасибо. Спасибо вам за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, изменения в единичном лимфоузле ВНКТ описывает как накопление препарата, возможно, это метастаз. Это считается олигометастазом? Первый вопрос. И второе – корреляция между олигометастазом, кости лимфоузлой, висцеральной органой и ВСА имеется? Спасибо. Спасибо большое за очень интересные вопросы. Позвольте, я со второго начну. Ну, во всяком случае, исследования, которые бы лежали в основе обоснования корреляции между уровнем простатоспецифического антигена и нагрузкой в виде количества олигометастатических очагов, мне неизвестно. Может быть, кто-то из коллег, присутствующих в зале, знает о таких работах и может дать развернутый ответ. Вот мне такая информация неизвестна. И будьте добры, первый вопрос еще раз. Повторите, пожалуйста. Пробудем ВНКТ. Так. И находит единичный лимфоузел, накопление препарата, подозревает метастаз. Мы что пишем? Это олигометастаз? Надо лечить или как? Скажите, пожалуйста, позвольте я отвечу, начну отвечать, задавая вам вопрос. А по какой причине сделали ПЭТ-КТ? Пациент настоял через 6 месяцев. Я хочу обследоваться. Хорошо. Но обычно мы в рутинной клинической практике это не приравниваем к прогрессированию, а пишем выявление солитарного метастаза или олигометастаза единичного по данным такого-то метода обследования. И, скорее всего, эта ситуация будет показанием для того, чтобы рассмотреть вопрос с федеральными коллегами путем ТМК или каких-то дополнительных консилиумов о проведении метастазно-направленной терапии. Или наблюдать. Вот насчет наблюдения здесь очень мы рискуем. Смотрите, если в формулировке заключения безапелляционно стоит заключение специалиста, формулировка такова, что у пациента имеется олигометастатический процесс, в принципе, в отсутствии клинических симптомов мы можем, обсудив с пациентом, выбрать тактику динамического наблюдения. Либо, если пациент, например, настаивает на каких-то активных действиях, я как представитель нефефедерального учреждения скорее всего синициирую проведение телемедицинской консультации на предмет рассмотрения вопроса о целесообразности метастазно-направленной терапии. Но обычно в практике, вообще, спасибо вам за вопрос, эта тема, она очень серьезная в контексте практически всех солидных опухолей и особенно ракомолочной железы, где порой доступность в некоторых регионах ПЭТ-КТ бывает выше, чем к РКТ банальному или МРТ. И вот это поголовное увлечение высокотехнологичными методами обследования, конечно, создает для нас определенные проблемы. Особенно в тех ситуациях, когда, например, пациент ранее не мониторировался с помощью позитронно-эмиссионной томографии, а потом он либо захотел, либо ему кто-то подсказал, и он сделал, и мы получаем новый объем информации и не знаем, как с ней поступить. Но вот я озвучила два алгоритма. Спасибо. Спасибо большое за сообщение, за дискуссию. Спасибо. 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 Спасибо.